МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика в студии Татьяна Молокова. Для выпускников школ сегодня наступил самый торжественный и в то же время немного грустный день. С последним звонком вчерашние дети вступают во взрослую жизнь. На последней линейке для выпускников в кадетской школе номер 14 города Чебоксары побывала наша съемочная группа. Последний звонок в кадетской школе проходит не в привычных кружевных фартуках в строгих костюмах. Выпускники в военной форме торжественным маршем чеканили шаг на школьном дворе. В выпускной парад принимали председатель правительства Чуваша Иван Моторин и министр образования Владимир Иванов. Напутствовала выпускников перед их вступлением во взрослую жизнь директор школы Светлана Иванова. Дорогие кадеты, сегодня для вас прозвенит последний звонок. Мы желаем вам добиться поставленных целей. Желаем показать себя только с самой лучшей стороны. Впереди у кадетов экзаменационная пара, но о будущем многие думают уже сегодня. Я хочу продолжить свое обучение в Нижегородской академии МВД. Это из-за слуги кадетской школы. Я с детства сам мечтал помогать людям, быть полезным для общества. Кадеты попрощались с родными стенами, но обещали не забывать все то, что дала им родная школа. Александр Гаврилов, Андрей Шоклев, Республика. 22 и 23 мая закончится учебная пора для 6,5 тысяч 11-классников. Перенос последнего звонка связан с началом единого государственного экзамена. В этом году первое испытание ждет абитуриентов уже 25 мая. Вопустники будут сдавать ЕГЭ по географии и литературе. Начнутся испытания и у студентов вузов. Накануне сессии глава Чувашии Михаил Игнатьев приехал в Чувашский государственный университет, чтобы поговорить со студентами об их учебе и участии в общественной жизни. Встреча с молодежью – это еще одна возможность узнать мнение молодых о текущем моменте и выслушать предложения. У вуза неплохие показатели. И об этом с гордостью сообщил ректор Андрей Александров. Хочу с удовольствием доложить, что по результатам приема 2014 года университет занял, на наш взгляд, достойное место среди 78 ведущих вузов классических университетов Российской Федерации, в числе которых МГУ имени Ломоносова и Петербургский университет, 23 место среди 78 вузов по качеству бюджетного приема. Университет занимается серьезной научной работой. По числу поданных заявок на конкурс грантов Российского Федерального Гуманитарного Научного Фонда вуз занимает седьмое место в Российской Федерации. Образование – фундаментальная основа развития общества, страны и региона, считает глава Чувашия. У студентов сейчас нелегкая сессионная пора, поэтому пожелания Михаила Игнатьева оказались как нельзя кстати. Впереди экзамена я полагаю, что все студенты, которые готовятся к разным экзаменам, сдадут его достойно. Поэтому мое пожелание – быть уверенными в себе, не бояться ничего, отвечать спокойно, уверенно на те вопросы, которые будут в ваших билетах и достойно завершить учебный год. В университете кипит и общественная жизнь. Студенты готовятся к рабочим летним каникулам. Раньше это называлось студенческими строительными отрядами. Так в этом году многие разъедутся по всероссийским стройкам, в том числе и на космодром Восточный. Мы ежегодно более 200 студентов ЧГУ отправляем на целину, как говорится, у нас в отрядах. Студенты летом зарабатывают деньги, приобретают необходимый в дальнейшей жизни опыт. Особо активным студентам Михаил Игнатьев вручил памятные часы. Это, конечно, ярые общественники, которые занимаются наукой, которые ведут здоровый образ жизни, ну и, конечно, которые занимаются волонтерской деятельностью. У студентов была возможность пообщаться с главой Чуваши в формате вопрос-ответ. Прямой диалог всегда дает результаты. Александр Гаврилов, Расилий Мухаметов, Республика. Формирование толерантности и профилактика экстремизма – одна из важнейших задач, которые ставят перед собой и государственная власть, и местное самоуправление различных ведомств и общественные организации. Итоги работы и ближайшие планы обсудили на заседании Совета по делам национальностей. Особое внимание молодежной среде. Именно эта аудитория считается целевой у идеологов разного толка. Со школьной скамьи проводится комплексная работа – собрания, профилактические беседы и уроки толерантности. Все образовательные учреждения республики подключены к единой системе контент-фильтрации. Сами молодые люди тоже не остаются в стороне. У нас есть такой очень интересный проект. В свое время, который был реализовываться Росмолодежью, так называемой медиагвардии, по этому проекту наши молодые люди в течение 13-14-х годов как раз и участвовали по выявлению вот таких, будем говорить, запрещенных, негативных или темных, как говорят, сайтов. Я думаю, эту работу мы продолжим. Особую роль в профилактике играют средства массовой информации. Сохранение самобытности, развитие национальной культуры народов республики, формирование толерантности через различные ТВ и радиопрограммы – то, что делает НТРК «Чувашия». Работа в этом направлении будет продолжена. Мы в ближайшее время планируем организовать круглый стол с тем, чтобы мы могли обсудить и уже принять конкретное решение по созданию новых телерадиопрограмм. Согласитесь, они нужны и не только участникам сегодняшнего заседания, но и всем жителям республики. Толерантное и уважительное отношение к представителям всех национальностей, укрепление культурных связей с другими народами. В современном обществе эти проблемы выходят на первый план. И, как отметил министр информационной политики Александр Иванов, достигнуть результата можно при одновременной работе всех ведомств. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика. С инспекцией по Чебоксарским улицам отправились члены Национального конгресса и представители городской администрации. Что искали и что нашли общественные активисты и чиновники, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Будущее столицы республики членам Совета Старейшин и чиновникам приходилось обсуждать на ходу. Буквально за два часа их автобус исколесил все знаменательные места Чебоксара. Градоначальникам накопилось немало вопросов. Первую остановку решили сделать на улице Афанасьева. Представители Национального конгресса говорят, что здесь уже давно необходимо навести порядок. После обильных дождей на тротуарах настоящий потоп. Вот эти вот тысячи студентов, которые ежедневно, включая иностранных, вот на этом месте шагают и в водные преграды переходят. На этом воспитываются? На этом воспитываются. Наводить порядок необходимо и в роще Гузовского. Любители отдохнуть под шофе часто оставляют после себя мусор, бутылки и даже непотушные костры. Старейшины призывают закрепить здесь постоянную охрану. А в парке «Пятьсотлетие столицы», говорят, члены совета, не хватает элементов национального колорита. Пока здесь установлена только одна деревянная скульптура, но в ближайшие годы должен появиться и большой этнопарк. На его территории старейшины предлагают создать настоящий музейный комплекс. В среднем веке как жили чуваши. Да, в девятнадцатом веке как жили. В начале двадцатого века как жили чуваши. Все это должно быть здесь показано. Все цены и музеи, по сути дела, развития чувашской нации, оно прежде всего расположено здесь должно быть. Для города, говорят старейшины, актуальна и другая проблема. На столичных улицах недостаточно вывесок на чувашском языке. Реклама, например, вообще только на русском языке. А что касается государственных учреждений, там закон прописывает, что вообще кто должен организовать исполнение законов. Это ясно. Государственная структура, государственные органы. Если название государственных учреждений, учреждения здравоохранения, учреждения культуры, образовательные учреждения, не обозначены на чувашском языке, о чем можно говорить? Все предложения членов совета в администрации города взяли на карандаш. Я понимаю, что не все пожелания возможно реализовать, как-то осуществить в жизни. Какие-то вещи, может быть, придется от каких-то вещей отказаться, но это все равно дает толчок к тому, чтобы, скажем так, чиновники, которые принимают решения по многим вопросам градостроительства и градоустройства, они начали на эту тему думать. Но старейшины планируют продолжить инспекционные объезды столицы. В администрации Чебоксар эту идею поддерживают. Митрий Ковалев, Рассейн Мухаммедов, Республика. После несостоявшейся акции протеста в Москве депутат госсовета Чуваши Андрей Кулагин решил зарабатывать политические очки по месту жительства. Накануне парламентария организовала у дома правительства одиночный пикет, однако с плакатом стоял вовсе не он, как можно было бы подумать, а пожилой человек из числа жителей самовольного поселка Шанхай. Депутат прохаживался поодаль, похоже, в ожидании журналистов. Речь идет о том, что компания, строящая на месте самовольного поселка Шанхай, новый микрорайон Кувшинка, предлагает владельцам засыпушек квартиры в своих домах либо денежную компенсацию, несмотря на то, что у жителей Шанхая нет прав на землю. Соответственно, и жилье считается незаконным. Около ста человек уже договорились с застройщиком. Было принято решение создать межведственную комиссию, выехать в микрорайон, обеспечить работу штаба и в течение семи дней провести полную инвентаризацию всех 289 домов на территории микрорайона. Штаб создан, сегодня ведется работа третий день. В состав комиссии вошли представители администрации города, минстроя, госжилы инспекции, общественности. По желанию жителей микрорайона в состав комиссии был также включен депутат Кулагин. Но представители жителей микрорайона, которые дестабилизируют обстановку, на мой взгляд, еще ни разу в этот штаб не прибыл, еще ни разу не пришел и не пообщался с людьми. 80 человек за три дня пришли в этот штаб. Я считаю нужным и важным ему подключиться к решению этой проблемы непосредственно в микрорайоне, чем организовывать одиночные пикеты около дома правительства. А здесь мы видим, что депутат Кулагин или его представители, или еще какие-то оппозиционные силы хотят дестабилизировать обстановку. Здесь нет цели договориться. Здесь цель дестабилизация, на мой взгляд, никакого конструктива. Если человек включает таймер обратного времени, счетчик получается, осталось три дня, осталось два дня. Для чего это? Здесь нет цели договориться. Мы работаем в правовом поле, свои обязательства выдержим. Глава республики держит эту ситуацию на личном контроле. Считаю, что мы найдем компромисс. Или будут переселены в те площади, в которые хотят, либо останутся на своих местах. Андрей Кулагин избран в Госсовет Чувашии по партийным спискам ЛДПР. Однако в данный момент он представляет самого себя. Из партии его исключили. Слабая его работа, нарушение партийной дисциплины, финансовой дисциплины. Поэтому был исключен из партии достаточно давно. Поэтому человек давно себя проявил не с лучшей стороны. Люди, когда не являются депутатами, когда имеют определенные амбиции, желание двигаться во власть, они все хорошие, все красивые. Как только получают мандат в руки, получают властные полномочия, начинают сразу все изъяны своего воспитания и свои недальновидности демонстрировать. В том числе и регулярно нарушая устав партии, распоряжение руководства, распоряжение центрального аппарата ЛДПР, который в Москве находится. Создают конфликтные ситуации, пытаются заниматься своими мелкими делишками, придавая интересы избирателю. За это он и был исключен из ЛДПР. Несколько дней в республике гостит делегация из Беларуси. В Чебоксарах в рамках обмена опытом прошел семинар по животноводству. Какие идеи и инновации привезли с собой белорусские аграрии, узнавали мои коллеги. Одной из основных отраслей сельского хозяйства Чувашии является животноводство. Для его развития необходим ряд факторов. Это и экономические, и биологические, и медицинские. Для решения существующих проблем собрались ветеринарные специалисты, зоотехники и фермеры с обеих республик. Мы пригласили их сюда, чтобы вы смогли пообщаться, послушать специалистов, которые действительно работают. И хочется сказать, что в Беларуси чем сильна, сохранены все институты научно-исследовательские, которые реально работают, двигаются. Белорусские специалисты рассказали местным аграриям о собственных разработках лекарственных препаратов, технологиях развития молочного скотоводства, производства комбикормов. Как отмечают участники, такие семинары дают возможность поделиться знаниями, обменяться опытом и укрепить связь между Чувашией и Белоруссией. В эту субботу в Чебоксарах подведут итоги международного кинофестиваля. А пока продолжаются показы, конкурсных лент и мастер-классы. Известный режиссер и актер Дмитрий Астрахан встретился с главой республики. «Когда я приезжаю в Чувашию, здесь всегда солнце», – отметил Дмитрий Астрахан. Впрочем, известного кинодеятеля привлекает не погода, а душевное тепло, которое он получает во время общения со зрителями и мастер-классов. Доброжелательность и приветливость в традициях чувашского народа, заметил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Главное, чтобы она сохранялась. И кинофестиваль в немалой степени этому способствует. «Наша задача – создавать вот такую уже благоприятную среду, чтобы все это передавалось и прививалось к молодежи». Сегодня и завтра фестиваль продолжит работу. А 23 мая будут объявлены победители. Выразить свои эмоции можно не только с помощью слов, но и с помощью танца. Этот вид искусства с каждым годом привлекает все больше и больше людей, как во всем мире, так и в Чебоксарах. Танцевальный коллектив «Дуэт» собрал на сольный концерт «Полный зал». Танцевальный фейерверк – именно так назывался сольный концерт народного ансамбля бального танца «Дуэт». Вот уже почти 20 лет этот коллектив радует любителей танца новыми постановками и яркими костюмами. Сегодня мы в нашей программе хотим рассказать о детях, о наших прекрасных детях, талантливых, спортивных, сильных, которые пришли к нам заниматься, и не только заниматься, повышать свои творческие способности, возможности, спортивные возможности, но и реализовать эти возможности посредством танца, посредством нашей хореографии. Более 200 человек от 5 до 60 лет. Все они большая и дружная семья. Один коллектив. В репертуаре дуэта танцы из европейской программы, такие как танго, вальс, квикстеп, а также зажигательные ритмы Латинской Америки – самбо, румбо, джайв. Кстати, юная часть коллектива предпочитает именно латиноамериканское направление. Мне больше нравятся латиноамериканские танцы, потому что они более подвижные, более энергичные. Ну, поэтому больше нравится танцевать. К танцам я отношусь положительно. Нравится больше всех танцевать, конечно. Мне нравится танцевать латинно, потому что у меня как бы энергичные танцы лучше получаются. Некоторые участники ансамбля настолько любят двигаться, что уже не представляют свою жизнь без танца. Например, Настя Столярова в будущем мечтает стать хореографом. Мне понравилось, как тренера направляют нас на наши, ну, что мы хотим. Может, кто-то хочет стать тренером. И мне это очень нравится, когда там, ну, например, что-то поставить, например, какую-то позицию. С 2002 года ансамбль является членом Федерации танцевального спорта Чувашской Республики. За это время коллектив принимал активное участие на турнирах по спортивным бальным танцам, проводимых федерацией. А также выезжал на конкурсы в другие регионы, где неоднократно занимал призовые места. Концерт прошел больше, чем, я считаю, на отлично. С этим согласились все, и зрители, и родители участников. Особенно были прекрасные дети на сцене. В них чувствовалась хорошая физическая подготовка и красота танца. Полный зал зрителей и шквал аплодисментов. В общем, сольный концерт коллектива прошел на ура. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели вам рассказать сейчас. Полная картина дня в вечернем выпуске в 20.00. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин